Они служили родине, причем так самоотверженно, что получили свои награды уже посмертно. Страница календаря – книга и карта памяти. Это уникальный проект, которого еще не было в России. Здесь нет дней недели, только цифры и 95 фотографий, погибших за 40 лет сотрудников ОВД. А красно-черную раскладку, привычную для глаз, применили наоборот. В обычном календаре черным отмечены будни, в памятном – даты смерти. Мы выражаем огромнейшую благодарность Дмитрию Матвеевичу Плоткину, Нурислану Ибрагимову и всем руководителям издательства и типографии. Для матерей и вдов погибших эта презентация оказалась настоящим сюрпризом. До последней минуты они толком не знали, чему будет посвящена их встреча. Разглядев на глянцевых страницах лица близких, они с трудом сдерживали слезы. У Нины Сергеевны Селивановой сын служил в Собре, погиб в 2000 году в Чечне, вместе с двумя сослуживцами – Алексеем Рябовым и Александром Ионовым. Мама героя – Людмила Лукьянова – сразу вспоминать стихи. Кстати, по просьбе матерей трогательные строки напечатали и на страницах календаря. Погиб в 1999 году. Звание – старший сержант, орденом мужества, награжден, к сожалению, посмертно. А так, папа кадровый военный, подполковник погранвойск. Пять лет был в Афганистане. Те мамы, которые провожают своих сыновей, я всех их призывала выцерпляться, приходить к Богу и молиться, потому что молитву матери достанет со дна моря. Вечный календарь – заслуга многих неравнодушных людей. Сотрудник областной типографии Татьяна Абакумова часами рихтовала каждое фото. Пришлось прибегать к помощи многочисленных соратников и фотографов копаться в архивах. Их сыновья живы, пока о них помнят. Уверена, каждая мама.